В эфире Наульского телевидения информационный выпуск новостей в студии Зал Сущепотева. Здравствуйте! С 10 февраля в нашем районе начались традиционные отчетные заседания в Советах сельских поселений. Участие в них принимают представители администрации района, депутаты районного совета, участковые и уполномоченные, активисты сельских поселений. Одними из первых об итогах года отчитались в Месегутовском сельском поселении. В начале собрания глава администрации сельского поселения Месегутовский сельсовет Ралина Валиулина ознакомила присутствующих с порядком проведения встречи. Участники единогласно выбрали секретаря заседания. После глава сельсовета рассказала о результатах своей деятельности и работы Совета администрации сельского поселения за 2020 год. По сельскому поселению Месегутовский сельсовет насчитывается 7 населенных полков, 409 домохозяйств, из них 330 жилые. Зарегистрировано 810 человек, в том числе статуспособных 362 человек, что составляет 47%. За 2020 год на территории сельского поселения Месегутовского сельсовета родилось проявление. Число узнавших составило 17 человек. За истекший год в администрацию сельского поселения обратилось более 1000 человек в свои личные вопросы. Будем на 764 ткан. Она отметила, что сельчане активно участвуют в жизни поселения, несмотря на то, что большая часть населения старше возрастной группы, а также поделилась планами и задачами на этот год. Исполняющий обязанности главы администрации района Салават Гельмиев рассказал о федеральных и республиканских программах, что реализуются в нашем районе в настоящее время. Подчеркнул, что в рамках реализации регионального проекта развития системы оказания первичной медико-санитарной помощи в районе в конце прошлого года открылось 7 новых модульных фельдшерско-акушерских пунктов. Напомнил, что участие местных жителей в программе поддержки местных инициатив и проекте «Реальные дела» – это хорошая возможность благоустройства территории поселения и решения ряда социальных вопросов. В завершении перед собравшимися выступил начальник отдела участковых и уполномоченных полиции отдела МВД России по Янаульскому району Ильнар Шаригин. Он отметил, что в сельском поселении обстановка спокойная, но призвал жителей быть бдительными и в случае необходимости обращаться к сотрудникам полиции за помощью. Общее количество пациентов с подтвержденным коронавирусом с начала пандемии в нашей стране более 4 млн 27 тыс. жителей. В Ишкортостане их число 26 054 человека. В России 15 038 инфицированных за сутки. В регионе тем временем выявили 160 новых случаев заражения. О ситуации с COVID-19 в нашем районе рассказала врач-эпидемиолог Гульчачак Нурлина. По состоянию на 11 февраля в Янаульском районе эпидемиологическая ситуация по заболеваемости новой коронавирусной инфекции остается пока напряженной. Наблюдается небольшое снижение заболеваемости. За прошедшую неделю выявлено 42 пациента с диагнозом новая коронавирусная инфекция. Из них 2 пациента получают необходимое лечение в госпитале города Нефтекамск. В республиканских учреждениях продолжают лечение 2 человека. Остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении с легким течением COVID. На карантине на 14 дней находится 91 контактных человека. В Янаульском районе с декабря поступило всего 855 доз вакцины гамм-ковид-вак. В том числе пациентам с хроническими заболеваниями, гражданам старше 60 лет и работникам предприятий идет вакцинация от коронавирусной инфекции. На сегодня привито 630 человек. Вакцины в наличии имеются. Поэтому желающим привиться небольшое объявление. В выходные дни 13 и 14 февраля прививочный кабинет 117 тоже будет работать. Приходите и провакцинируйтесь. Записаться на вакцинацию можно через госуслуги или по телефону 2-10-12. Но пока заболеваемость в районе регистрируется и есть риск все-таки заболеть. И поэтому рекомендуем соблюдать меры профилактики новой коронавирусной инфекции, носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Будьте здоровы! Среди жителей села Орловка немало любителей здорового и активного образа жизни. Многие занимаются различными видами рукоделия, но есть и те, кто свои главные успехи связывает с приготовлением блюд на кухне. Проверить свои силы мастерицы смогли на кулинарном поединке, проведенном в рамках конкурса «Трезвое село-2020» 10 февраля. Будем готовить ребрышки, запеченные с соусом. В этот день участвовали две представительницы прекрасного пола – Резида Уткина и Светлана Пензина. Разнообразные блюда хозяйки готовят уже многие годы, но признаются, что для них это по-прежнему приятное и увлекательное занятие. Для участия в конкурсе выбрали свои самые любимые и проверенные временем рецепты. В течение нескольких часов работа на кухне кипела. Участницы готовили солянку, горошницу с овощами, запеченные ребрышки, салат бешбармак и фруктовый фреш. Сегодня для нас праздник. Вообще для нас, для женщин, готовить для своей семьи, для мужа, для любимого, для детей, которые приезжают часто, внуков. Мы держим свое... Это всегда приятно, и когда приезжают внуки, дети, это всегда праздник. Мы живем своим хозяйством, простые люди. Держим свиней, корову, там летом берем индюков, уток. В общем, все свое. Ну, а я люблю делать солянку, щи люблю делать. И так как мы держим свиней, у нас не всегда, но обычно соседи знают, я очень часто делаю ребрышки. Зажаренные в соус... Они пожаренные, и потом соусом обмажу их и в духовку. Очень вкусно, питательно. Любим мы постоянно, ну что, горошницу. Это же простое блюдо, деревенское. Почти в каждой семье делают, мне кажется, горошницу. Соревнования такого рода в поселении проводятся впервые. Но, как планируют организаторы состязания, кулинарные поединки станут доброй традицией и привлекут большое количество участников. Проведение подобных мероприятий – это не только отличная возможность показать свои таланты и узнать новые рецепты, но и поделиться с молодым поколением традициями местной кухни. Сегодня наши две представительницы прекрасного пола – это Уткина Резида Адисовна и Пензина Светлана Владимировна – решили провести кулинарный поединок. Они для себя уже решили, что они будут готовить. Готовили они сегодня с любовью. Это ребрышки запеченные. Также они нам продемонстрировали свое кулинарное волшебство – гороховая каша с овощами. Также были приготовлены наши всеми любимые бешбармак и разные стрепня. И у нас сегодня в рамках конкурса «Трезвое село» получилось вот такое буквально креативное, необычное, новое мероприятие – кулинарный поединок, чему мы очень рады. Мы заинтересовались этим. Я думаю, что этот кулинарный поединок у нас проводится не так часто даже в районе. Поэтому я думаю, что это послужит примером. И в дальнейшем мы будем это дело пропагандировать и придумывать какие-то другие идеи, связанные с кулинарией тоже. Завершился конкурс дегустации блюд. Главным судьей соревнования выступила глава поселения Любовь Шамшурина. Она оценила кулинарные способности участницы оформления блюд. Отметила, что все было выполнено очень вкусно, красиво и с душой. Муляра Сиддикова, Аяс Хабибуллин, служба новостей, Янаульского телевидения. Модуль «Здоровая улыбка» республиканского образовательного проекта «Взлетай» предполагает создание стоматологических кабинетов, оснащенных современным оборудованием во всех крупных школах республики, где численность детей превышает 800 человек. В прошлом году в гимназии имени Ирика Муксинова открылся современный кабинет стоматологической помощи. Теперь дети смогут получить качественную профессиональную медицинскую помощь по месту учебы. Зубной врач Светлана Тимиряева работает в гимназии с 2007 года. За 14 лет работы в кабинете заметно обновилось оборудование. Стало светло и уютно. Сейчас он оснащен новой стоматологической установкой. Есть аппарат для чистки и смазки стоматологических наконечников, сухожировой шкаф, паровой стеллеризатор. Все гимназисты проходят профилактические осмотры и получают необходимое лечение по показаниям. Кроме городских детей, своевременную помощь могут получить и сельские ребята со всего Янаульского района. Они будут посещать школьного стоматолога по графику. У нас на сегодняшний день 1037 учащихся, из которых 589 мы осмотрели с начала учебного года, с сентября. Нуждались 149 детей и санированы 149 детей. Также проводим беседы с учащимися, профилактические мероприятия. Выявляем детей, которые нуждаются в ортодоническом лечении. Они на сегодняшний день есть. Направляем на консультации. Сейчас у нас больше заболеваний, потому что это у нас питание, гигиена страдает у детей. Первый день мы, например, детей с класса по 30 детей их бывает. Берем мы их, осматриваем. На следующий день мы их вызываем, кто нуждается в лечении. В рамках Всемирного дня безопасности интернета Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Башкортостан проводит информационную акцию. Ее главная цель – повышение правовой и финансовой грамотности граждан. Как отмечают сотрудники Инаульского межрайонного отделения судебных приставов, в настоящее время по-прежнему действует режим ограничения по личному приему. Поэтому они рекомендуют по возможности использовать телефонную и электронную связь для обращения к сотрудникам службы. Управление Федеральной службы судебных приставов России по Республике Башкортостан напоминает, что получение достоверных сведений об исполнительных производствах, находящихся на исполнении, возможно только путем использования официальных источников. Это Банк данных исполнительных производств. В первую очередь это сервис Банк данных исполнительных производств, доступный всем жителям Республики на интернет-сайте УФССП России по Республике Башкортостан. Для получения информации о наличии исполнительного производства в отношении себя достаточно зайти на сайт ведомства, найти в центре страницы поисковую строку «Узнай о своих долгах», набрать в окне поиска своей фамилии, имя, отчество и дату рождения. Далее идет приложение ФССП. В целях повышения доступности граждан сервису Банк данных исполнительных производств несколько лет назад было разработано и успешно действует бесплатное мобильное приложение ФССП, которое можно найти и бесплатно скачать в магазинах приложений Google Play, App Store на iPhone, Microsoft Store, набрав в поиске ФССП. Он еще и представляет подписку, которую граждане могут самостоятельно контролировать свой долговой статус. Способы оплаты. Любую имеющуюся задолженность можно оплатить онлайн, но в таком случае в целях предотвращения мошеннических действий рекомендуется гражданами и представителями юридических лиц погашать долги только способами и методами, указанными на официальном сайте нашего ведомства. В частности, оплату произвести с помощью сервиса «Единый портал государственных услуг». Для тех граждан, кто не пользуется онлайн-платежами, имеется возможность погашения задолженности в кредитных организациях, куда можно обратиться с готовой квитанцией предварительно распечатанной сервисе Банк данных исполнительных производств. Для оперативного взаимодействия граждан, юридических лиц с сотрудниками органов принудительного исполнения в управлении организована работа Центра информирования по телефону 272 1646. Сотрудники службы проводят консультирование как взыскателей, так и должников и оказывают квалифицированную юридическую помощь. Обращаем внимание граждан, что рассылка электронных сообщений на адреса электронной почты в службе судебных приставов не осуществляется. Информирование граждан осуществляется только следующими способами. Во время личного визита судебного пристава, письменными уведомлениями, направляемыми по почте, посредством телефонного автообзвона, звонки из которого осуществляются в рамках исполнительных производств имущественного характера, где должниками являются жители республики. Уведомление о задолженности из мобильного приложения ФССП, которое граждане могут сами установить на своем мобильном устройстве. 17 февраля участие в передаче «Актуальное интервью» примет заместитель главы администрации района по социальным вопросам Гаухар Медиярова. Свои вопросы вы можете присылать в нашу официальную группу «Янаульское телевидение» в социальной сети ВКонтакте до 15 февраля включительно. А я прощаюсь с вами. Берегите себя и своих близких. Впереди прогноз погоды и новый выпуск программы «Криминальная хроника» с Анисой Арслановой. 12 февраля ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный 1,3 метра в секунду. Атмосферное давление 757 миллиметров ртутного столба. Температура воздуха ночью минус 16, минус 18, днем минус 12, минус 14 градусов. По данным МЧС, в республике ожидается облачная погода с прояснением местами снег. В отдельных районах гололед, на дорогах снежные заносы, снежный накат, гололедица. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 8, минус 13, днем минус 1, минус 6, по северу до минус 11. Ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. Для клуб «Теплиц весенних гряд» в находке каждый дачник рад. Почвогрунт 6 литров 19 рублей, лоток для рассады 69, лук-севок 119 рублей за килограмм. Срок акции по 14 февраля 21 года. Подробности у продавцов. О событиях и преступлениях, произошедших за две минувшие недели, в очередном выпуске программы «Криминальная хроника» в студии Аниса Арасланова. Здравствуйте. 27 января в отдел полиции обратился директор одного из супермаркетов нашего города. Он сообщил, что в ходе просмотра видеозаписи был выявлен факт хищения четырех бутылок коньяка. В совершении преступления подозревался 27-летний житель Нефтекамска. Спустя два дня мужчина был задержан и дал признательные показания. 1 февраля поступило еще одно подобное заявление от директора другого магазина. Неизвестный мужчина умыкнул с полки магазина колбасной продукции на общую сумму более 900 рублей. Личность преступника устанавливается. Вечером 28 января на 45-м километре автодороги Янаул-Нефтекамск был остановлен автомобиль марки «ВАЗ» под управлением жительницы Янаула. В ходе осмотра было изъято 39 бутылок водки и 749 флаконов с жидкостью объемом 100 мл с надписью «Этиловый спирт». Вся алкогольная продукция перевозилась без соответствующих документов. Поздним вечером 30 января в приемный покой Янаульской районной больницы с колото-резанной раной шеи обратился 33-летний мужчина. Выездом следственной оперативной группы было установлено, что этим вечером пострадавшие вместе со своей сожительницей принимали наградь. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина на почве ревности начал предъявлять претензии своей половинке. Женщина в этот момент резала продукты кухонным ножом и в какой-то момент, потеряв самообладание, она ударила гражданского мужа ножом. К счастью, последняя рана оказалась неглубокой, и после оказания помощи мужчина был отпущен домой. 3 февраля семейный скандал разыгрался в одном из домов деревни Водская-Урода. За помощью обратилась женщина и сообщила, что гражданский муж забрал ребенка, не отдает его, угрожает ножом. В ходе ссоры женщина нанесла три удара ножом в область спины своему сожителю. В результате мужчина с колотыми ранами спины обратился за помощью к медицинским работникам. Обратилась приемный покой и его жена. Медики зафиксировали ссадины спины. Спустя два дня, 5 февраля, на короткий номер 112 поступило анонимное сообщение, что в одной из квартир 52-го квартала дерутся соседи. Выездом было установлено, что хозяин квартиры ударил свою гостю табуреткой по лицу. С диагнозом перелом спинки носа, уши в грудной клетке, 37-летняя женщина обратилась в приемный покой больницы. Примечательно, что в этот день мужчина отметил свой 35-й день рождения. Вот только застолье закончилось совсем не празднично, но гости точно запомнят его надолго. Поздним вечером того же дня сотрудники полиции задержали подозрительного мужчину. В кармане куртки 33-летнего жителя улицы Кирова они обнаружили полимерный пакет с жидкостью темного цвета. По данному факту проводится проверка. 6 февраля в дежурную часть города обратился житель села Сусады-Балак и сообщил, что у его матери похитили около 10 тысяч рублей. Выездом было установлено, что накануне вечером она пошла в гости к сыну, где и осталось ночевать. Вернувшись утром домой, она обнаружила, что в доме побывали неизвестные гости. Они открыли навесной замок и даже забыли выключить за собой свет. По данному факту проводится проверка. За две минувшие недели на дорогах Янаульского района выявлено более 430 нарушений правил дорожного движения. В том числе 36 водителей пренебрегли ремнями безопасности. 15 автолюбителей нарушили правила обгона. 7 водителей сели за роль в состоянии алкогольного опьянения. Это все главные происшествия за две минувшие недели. Берегите себя и своих близких. До свидания. Уважаемые, на улице 12 февраля в Уфе в приемной президента России состоится горячая телефонная линия с участием уполномоченных лиц отделения Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан. На горячую линию можно позвонить по вопросам назначения и выплат страховых пенсий и пенсий по государственному обеспечению. Звонки принимаются с 10 до 12 часов. Номера горячей линии 8 347 229 74 58 8 347 229 74 76. Уважаемые, на улице 12 февраля состоится ЕЕН-съезд Рода Уран в рамках года Башкирской истории и Республиканского форума ЮРУГАСЭ. В программе в Межпоселенческом культурно-досуговом центре в 10 часов откроется выставка «Листая страницы истории Рода Уран». В 10.20 ЕЕН-съезд Рода Уран. В 12 часов концерт участников художественной самодеятельности. В Центральной районной библиотеке пройдет программа детского юношеского телеканала «Тамыр». В 11 часов презентация и показ первого анимационного сериала на башкирском языке «Нурбастан». Конкурс «Умники Урана. Награждение игры». В 12 часов пройдет профессиональная фотосессия семей, изучающих Шажере, для межрегиональной выставки «Семейные корни». Тем временем в детской школе искусств пройдет программа детского литературно-художественного журнала «Акбузат». В 9 часов начнется презентация журнала «Акбузат» в рамках 30-летнего юбилея ознакомления с условиями республиканского открытого конкурса «Шажере. Моя анкета» среди подписчиков журнала. Также пройдет мастер-класс от художников журнала «Акбузат». В 11 часов презентация мультфильма «Шумер» на северо-западном диалекте башкирского языка и анкетирование. Добро пожаловать! Янаульскому телевидению в отдел музыкальных программ требуется корреспондент с перспективой карьерного роста. Знания татарского и башкирского языков обязательно. Телефон 50402-52871. Как не пустить коронавирус на ваше рабочее место? Не касайтесь руками дверных ручек, перил и кнопок в лифте. Старайтесь не ездить в полном лифте. Помойте руки сразу, как пришли на работу. И делайте это как можно чаще в течение дня. Откажитесь от рукопожатий хотя бы на время. Соблюдайте дистанцию. Держите рабочее место в чистоте. Дезинфицируйте предметы, к которым прикасаетесь. Проветривайте помещение. Не ходите обедать группой. Надевайте маску каждый раз, когда покидаете рабочее место во время перерыва. Проводите рабочее совещание удаленно. Договоритесь с коллегами работать в разные смены. Работайте удаленно, если есть возможность. Останьтесь дома, если плохо себя чувствуете. Будьте здоровы!